В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил предприятие по изготовлению гибких упаковочных материалов «Эдаспарк». Оборот достаточно серьезный, более 3,9 миллиарда рублей. В ближайшие месяцы на территории муниципалитета планируется усилить борьбу с нарушителями правил парковки. Если мы рассматриваем дворовую территорию, то штрафы будут выписывать инспектора Главного управления содержания территории. В парке Опаренке прошло занятие по скандинавской ходьбе. Считаю, что каждый пенсионер должен заниматься своим здоровьем. Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил производство одного из крупнейших в Российской Федерации предприятий по изготовлению гибких упаковочных материалов – компанию «Эдаспак», расположенную в северной промышленной зоне муниципалитета. Подробнее о поездке расскажем в нашем сюжете. «Эдаспак» – одно из крупнейших предприятий в стране по производству гибкой упаковки для пищевой промышленности. Компания на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции не только по стоимости и качеству материалов, но и за счет эффективного использования современного оборудования, а также применения методов бережливого производства и высокой квалификации персонала. Мы производим в год порядка 8 тысяч тонн готовой продукции, обеспечиваем крупнейшие наши пищевые холдинги страны, причем мы обеспечиваем не только по территории Московской области и Москвы, это крайняя точка – это Хабаровский жирокомбинат. В нашу продукцию упаковывается примерно, мы делаем 6 миллиардов упаковок в год по 200 грамм, это почти миллиард 200 тонн еды в нашей стране. Побывал на производстве и познакомился с организацией рабочего процесса глава Ленинского городского округа Станислав Катеров. Я считаю, что это компания мирового уровня, не побоюсь этого слова. Я уверен, и вот мы обсуждали с Леонидом о том, что на сегодняшний день у них есть амбиции и дальше в мир двигаться и увеличиваться. Поэтому я, конечно же, желаю компании «Эдоспак», в которой на сегодняшний день работает почти 300 человек-сотрудников и оборот достаточно серьезный, более 3,9 миллиарда рублей. Поэтому я желаю, конечно же, развития, успехов. Главный принцип «Эдоспака» – превосходить ожидания клиентов по качеству, срокам и эффективности взаимодействия. А теперь, благодаря проекту глубокой печати, заказчики будут получать все виды упаковки по принципу одного окна. Стоит отметить, что в типографском методе нанесения маркировки компания занимает одно из лидирующих мест в России. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Благодаря народному голосованию по проекту «Формирование комфортной городской среды за обновление общественных пространств в Подмосковье» в 2023 году благоустроили 59 общественных территорий, а еще 52 проекта реализуют в этом году. В рамках работ по благоустройству территории вокруг Тимоховского пруда в 2019 году около кинотеатра «Искра» были обустроены памп-трек и скейт-парк. На площади разместили скамейку и небольшую сцену. На набережной создали многофункциональный деревянный настил. В летнее время он используется как пляж. Здесь также установлены сухой фонтан, детская площадка, столы для игры в шахматы и многое другое. Всего с 2017 года в России по проекту благоустроили более 111 тысяч территорий. Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению президента России. В ближайшие месяцы на территории Ленинского городского округа планируется усилить борьбу с нарушителями правил парковки. Теперь право выявлять и наказывать неразивых водителей, помимо ГИБДД, получат специалисты управления регионального административно-транспортного контроля и главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий. Инспекторы смогут выписывать штраф и эвакуировать автомобили на штрафстоянку, если они будут перекрывать подъезд к местам сбора мусора, мешать проезду спецтехники и общественного транспорта, нарушать требования дорожных знаков, запрещающих остановку и стоянку. Если мы рассматриваем дворовую территорию, то штрафы будут выписывать инспектора главного управления содержания территории Московской области. То, что касается автомобильных дорог, это будет управление регионального контроля на транспорте Министерства транспорта Московской области. ГИБДД, у них эти полномочия остаются по соблюдению правил безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, ну и во дворах в том числе. Для эффективного взаимодействия между службами создана единая система, которая получила название «Проверки Подмосковья». Новшества вводятся для того, чтобы более оперативно реагировать на жалобы жителей, коммунальщиков и экстренных служб. Каждый инспектор одет в фирменную, форменную свою одежду, соответственно, имеет с собой планшет, куда это все заносится. И плюс у него на груди есть такой датчик видеонаблюдения, так называемый «дозор». Это будет плановая ежедневная работа именно в горячих точках, которые мы уже практически сформировали, и адреса будут просто добавляться в эти горячие точки. Штраф за неправильную парковку в настоящее время составляет 1500 рублей, у контейнерной площадки 3000 рублей. Но в особых случаях общая сумма, с которой придется расстаться нарушителю с учетом штрафных санкций, оплаты эвакуации и штрафстоянки, может доходить до 7000 рублей. В Винновской школе номер 2 прошла акция «ГИБДД. Маленький пассажир». Детям напомнили правила поведения в машине и предложили сделать собственный знак безопасности. Как школьники осваивают правила ПДД, узнала Инга Инчук. Пристегиваться при посадке в машину уже стало привычкой. Однако для детей такая мера безопасности не подойдет. Штатный страховочный ремень рассчитан на рост от 145 сантиметров. И в случае, если ребенок ниже, при возникновении аварийной ситуации устройство может нанести ему вред. Детей мы возим в специальных детских удерживающих устройствах системы «Изофикс» – это жесткое крепление на переднем пассажирском сидении в возрасте до 7 лет. С 7 до 12 лет наши пассажиры маленькие могут передвигаться в автомобиле в специальных детских удерживающих устройствах на заднем пассажирском сидении. Дети постарше могут располагаться в бустерах. Сотрудники ГИБДД предложили детям сделать знак безопасности своими руками и приклеить на машину, чтобы он служил напоминанием о том, что в транспорте нужно быть в специальном кресле. Нам нужно с тобой, чтобы в таком другом получился, в какую сторону мы приземлили. Пока шла кропотливая работа по созданию поделок, школьники рассказали, где они повесят свои предупреждающие знаки. Где ты повесишь свой знак? В машине. О чем он будет тебе напоминать? На то, что надо пристегиваться. Я повешу свой знак в своей комнате над столом. О чем он будет тебе напоминать? О том, что всегда надо пристегиваться и садиться только на бустер. Во время акции детям объяснили ПДД, а также подарили светоотражающие наклейки, которые позволяют быть заметными на дороге. Школьники не пренебрегают правилами дорожного движения. Да, конечно, пристегивая времени безопасности. Если не пристегнуться, то тогда можно удариться в переднее кресло и получить травму. Теперь юные участники дорожного движения станут более подкованными в вопросах соблюдения ПДД. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Преподаватель Центра социального обслуживания «Домодедовский» Людмила Лозинская провела занятия по скандинавской ходьбе в парке Опаренке. На прогулку с лыжными палками пришли участники из клуба «Активное долголетие». Все подробности в сюжете нашего корреспондента Юлии Стаферовой. Скандинавская ходьба с каждым годом набирает популярность. Такой вид физической нагрузки имеет оздоровительный эффект. Ходьба с палками подходит людям с разным уровнем подготовки, в том числе пожилым. Участники клуба «Активное долголетие» регулярно тренируются в парке Опаренке с преподавателем Центра социального обслуживания «Домодедовский» Людмилой Лозинской. Скандинавская ходьба, во-первых, для здоровья, это надо сказать. Для вот таких хороших своих чувств, эмоций. Природа с нами общается, поэтому мы получаем все здесь. И 90% мышц задействованы во время скандинавской ходьбы. Благодаря специальным движениям скандинавская ходьба оказывает позитивный эффект на руки, плечи, верхнюю часть груди и мышцы спины. Правильная техника и использование палок способствуют формированию хорошей осанки. В целом, такие тренировки благоприятно сказываются на общем состоянии организма. Получаю огромное удовольствие, во-первых, от коллектива, от самой ходьбы. Чувствую по своему организму, как у меня укрепились мышцы. Стало меньше обращаться в больницу. Участники клуба «Активное долголетие» благодарны преподавателю за тренировки, а также призывают людей старшего поколения присоединиться к ним и вести активный образ жизни. Руководитель очень хороший. Это моя семья. Я очень благодарна Людмиле Васильевне. Это и друг, это в полном смысле слова, это человек, до которого можно обратиться по любому способу. Всегда найдет, поможет, все подскажет. Считаю, что каждый пенсионер должен заниматься своим здоровьем обязательно и быть активным. И мы тогда будем долго-долго жить. Тем более, что сейчас для этого есть все возможности. В рамках губернаторской программы «Зима в парках» созданы все условия для тренировок клуба «Активное долголетие». Юлия Астаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, «Видное ТВ». В рубрике «Афиши» мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В субботу, 10 февраля, можно начать во дворце «Спорта Видное», где пройдет открытое первенство Ленинского городского округа по Киоку-Сенкай. Начало 8.00. Приходите поддержать наших спортсменов. В 10.00 в Центральном парке города «Видное» начнется спортивно-развлекательная программа «Стартуют все». Зарядка, семейный турнир по хоккею, фотосессии и катание на коньках. Посетите мероприятия всей семьей. В 15.00 10 февраля в библиотеке поселка Дубровский. Интерактивный час, лесные тропинки Виталия Бьянки. Беседа о жизни и творчестве писателя, посвятившего свои произведения о живой природе. Также в 15.00 в библиотеке жилого комплекса «Пригород Лесное» состоится творческий мастер-класс для детей. Внимание, вход платный – 300 рублей. В воскресенье 11 февраля предлагаем снова посетить дворец «Спорта Видное». Там пройдет открытое первенство Ленинского городского округа по рукопашному бою. Начало в 8.00. А в библиотеке села Молоково в воскресенье в 17.30 творческий мастер-класс для детей. Панно из фетра в детскую. Стоимость – 400 рублей. Проведите выходные интересно и с пользой. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok